Всем привет! Друзья, большая просьба не обращать на мой синяк под глазом. Так как 5 лет я не спарринговался, а сейчас прихожу в свою былую форму. Те, кто занимаются единоборствами, то, что у меня под глазом, это в принципе нормальное явление. Сейчас я хотел бы подвести итоги творческого конкурса в спортивно-патриотическом клубе «Еропол», который был приурочен к праздному дню защиты к отечеству. Задача всех желающих воспитанников клуба «Еропол» была изобразить либо в поделке, либо в рисунке праздник и занятия в клубе «Еропол». Прежде чем озвучить победителей, я хотел бы вам продемонстрировать работы всех наших воспитанников, но и, оказывается, еще и родителей, так как один родитель также принял участие в данном конкурсе. АК-4, 7 легенды военных историй, граница на замке пока что рука на затворе. Т-90 не имеет аналогов в мире, с опытом выигранных воин взгляды становится шире. Мы не агрессоры и «Еропол» за свободу, интересы русской земли и ее народа. Люди с широкой душой, с надеждой, верой в победу, вышли героями других вариантов. Здесь нет нашим бы в годы войны калашников, то были ярцы. Враги бежали не до Берлина, бежали до Марса. Спокойно спит моя страна, уверенная в завтра. На страже Родины ракета, что быстрее ветра. И к четырем стихиям, что известны миру, прибавь еще одну, ее зовут Россия. В конкурсе приняло участие 15 человек, разделили мы на 2 возрастные группы, точнее даже на 3. В группе 5-6 лет первое место мы отдаем Ладыгину Александру. Вот такая работа, видно, что делал сам День защитника Отечества. В группе 7-9 лет первое место не мы, а точнее я, как директор клуба, отдаю Астахову Егору с его поделкой. Получается, про меня. Мы видим портрет директора клуба Ярополк, он это выжигал, делал сам. Молодец, талантливые дети, талантливые во всем. В группе 10-13 лет участвовало всего 2 человека, и самое главное, что эти 2 человека приняли участие именно в одной работе. То есть, они вдвоем делали одну поделку. Это представители прекрасного пола, группы 10-13, Сверидюк Полина и Костюк Вероника. Они получают памятные подарки. Также приняла у нас участие мама нашего воспитанника, Хрущева Ирина, она также получает памятный подарок. Обращаю внимание, что все участники данного конкурса получают памятные подарки. А первые места, это получается Ладыгин Александр и Астахов Егор, спортивные подарки от компании Спортмастер. Конкурс 8 марта мы, к сожалению, пропускаем, так как у клуба очень много сейчас мероприятий. Следующий конкурс будет объявлен в празднование Дня Победы, 9 мая. До встречи!